Привет, зритель! Почему я в шарфе? А потому что на балконе холодно. Это будут пустые баночки апреля, хоть я сейчас и снимаю это уже в начале мая. Ну, как-то вот у меня получилось. В общем, у меня закончился, хотелось бы даже сказать наконец-то. Отличнейший шампунь от Ифроше, хоть и сделанный в России под присмотром Франции, но Франция присматривала хорошо. Я бы с радостью купила точно такой же, но уже для сравнения сделанный во Франции. Они ротриты в России, тут 300 мл, хватило на очень долго. Я хотела глянуть, когда я его покупала. Кажется, в начале этого года. Ну, короче говоря, месяца на 4 его за глаза и уши хватит. Иногда я наливала чуть больше, чем нужно. И даже если я в какие-то моменты пользовалась не только им, а чем-то ещё, то вот за счёт того, что наливала больше, чем нужно, хватило бы именно на 4 месяца. Очень экономичный, очень хороший. Мне очень понравился. Можно использовать даже без бальзама для волос. Изначально у меня была пара такая, бальзам для волос, и он. Там бальзам в два раза меньше, чем этот. Бальзам 150 мл, тут 300 мл. Это у нас, сейчас я прочитаю, очищающий мицеллярный шампунь с экстрактом семян маринги от всех, пардон, для всех типов волос. Глубокое очищение волос и кожи головы. Я даже не знаю, как передать, но, в общем, нежно-тонко может быть какой-то маринга, и без понятия, как маринга пахнет. Ну, в общем, бывает, вот у них конкретно такой растительностью пахнет, что вот трава-трава бывает, вот такой тонкий аромат, приятный. В общем, вот это вот приятный тонкий аромат. Классный шампунь. Ну, вот я его брала по скидке. Вообще, набор у меня за 600 чем-то обошёлся, 619, что ли, или как-то так. Сейчас он, кажется, идёт по 319 или 300, ну, 300 с чем-то на сайте и фроша он идёт, вот по скидке за 300 миллилитров, за 300 с чем-то рублей нормально. А вот сколько он там стоит, я не помню. Ну, в общем, учитывая, что розы это в России, хоть и под присмотром Франции, и под конкретно качественным присмотром Франции, но цена на него всё же завышенная. Потому что вот если там он обещает, что волосы пышные, всё-таки они пышные, но надо мыть каждый день. Потому что на второй день всё-таки, вот, они вроде как бы не грязные, вроде как бы частично чистые, но всё равно не то. Не совсем то, что ожидаешь. Но твёрдая пятёрка. В общем, если я буду где-нибудь в Ярике, я буду, конечно, но у меня не будет времени там пилить именно в Фраше, если только может быть другое время. В общем, если я буду где-нибудь, где будет магазин со Фраше, то я куплю себе такой шампунь. Потому что чисто так заказывать мне вот, ну, ничего сейчас не надо на сайте Фраше, а на Озоне я его просто не видела. В общем, я вам советую. В общем, отличный шампунь, действительно, для всех типов волос. У меня тонкий и жирный, и он, в принципе, с ними хорошо себя вёл. Правда, первые два применения, конечно, было как-то не совсем понятно, там, до скрипа, всё такое. Ну, в общем, есть до скрипа промывают, и что волосы такие, что надо их увлажнить. А есть до скрипа промывают, и вполне нормально. Вот первые пару применений, там, просто волосам надо адаптироваться. У меня закончились. Очередные ватные диски каждый день. 100% хлопок, 120 штук. Я не помню, почём они, 30, чем 35, наверное. Обычные ватные диски. Я вообще как-то не особо понимаю, как ватные диски, не ватные диски. Вот здесь вот у меня огурцы буквально сегодня, буквально часа два назад пересадила, потому что моё животное утром был листик у первого огурца, у меня их три. А вот после обеда уже не стало. И я узнала, куда, откуда у меня случились, что, знаете, вот, думаю, надо же, вроде я так аккуратно с этими огурцами, а там какая-то такая трещинка, ямка, рыпинка на листике. Оказывается, мы пытались их сжевать. И в итоге сожрали листик у одного из. Вообще, как так можно? Чисто из, потому что у хозяина стоит что-то такое, вот, хочется это сожрать. Раз хозяин чему-то бережно относится, значит, это вот, ну, надо схомячить. Вот вообще, не кот, а жуть. У меня закончились, вообще тут трое духов будет. Духи от Иван. Для неё аттракцион. От Лёльки, по-моему, в прошлом году она мне дарила на день рождения. Это подписчица из Тюмени. В общем, очень классные духи. Я всегда вот на эти аттракцион, или аттракцион, короче, вот на что-то вот такое от Иван, я всегда как-то так смотрела. Чё это? Ну, мне казалось, что оно вообще не понравится, непонятно будет. И когда вообще их получила в подарок, я долго не могла понять, как их открыть. Вот как открыть. Они мне, в общем, я их, наверное, не знаю, месяца, за три практически месяца я их уделала. До этого пользовалась, но тут вот как капитально каждый день у меня даже близкий родственник приходил как-то. Ой, а что, говорит, у тебя за духи такие? Я говорю, вот на день рождения подарили, год стояли тут, пришлись к делу. Сладко-ягодные, сладко-малинкой какой-то. Они мне даже напоминают, но не тяжелые, но наоборот, очень классные, такое, ну, не резкое. Я даже не знаю, как описать, но мне, в общем, они очень понравились. Спасибо тебе, Лёлька, за подарок. И буду знать, что у Ивана такое счастье есть. И мне немножко напомнили несколько нот любви от Ифраше. И вот то, ну, что-то такое вот оригинальное, Эйвановское. Не именно, что вот у Ивана духи там все друг на друга похожи, а именно то, что я вот не ожидала, чтобы Иван есть. В общем, очень понравились мне. Но они, в принципе, довольно стойкие. В общем, пять с плюсом. Спасибо, Лёльке, за такое. У меня закончился, видите, я его даже вскрыла. Но это был тот случай, когда вырезать, отрезать было, не было смысла, потому что я отрезала и вот выскоблила буквально всё за один раз. Это тоже подарок от подписчицы, только уже от Алёны с Украины. Это у нас моя любимая марка, которая внезапно украинская. Эльфа. Тут 75 мл было крем для рук, 10% масла кокоса, глубокое увлажнение. Эльфа, и у них, видимо, серия у этой эльфы. Доктор Санте, природа и инновации. Я когда-то у него получила, вот это во второй посадке у него было, именно косметику, она говорит, украинская косметика. Я подумала, что Эльфа и Доктор Санте это разные вообще, ну вот, не заметила, потом увидела. Крем и для рук, и для ногтей вообще отличный крем. Очень хорошо справляется с сухой кожей, супер сухой кожей. С кожей на руках, если вы как-то на эти руки слегка забили, вышли на мороз без перчаток, без рукавичек, и вам кожа долго-долго мстила сухостью каждое кровоточение, то вот с этой сухостью он тоже на ура справляется. Отличный крем вообще. Если вы где-то увидите крем от Эльфа, Доктор Санте, вот такой вот именно, то я вам, конечно же, его советую к приобретению. Если я где увижу, то, конечно, тоже с радостью приобрету. Алене, спасибо за подарок и возможность познакомиться с такой стороной Эльфа, потому что раньше я у Эльфа покупала только пену для ванн и соли для ванн. Больше что-то у них ещё на тот момент не видела, но они мне тоже очень нравились. В общем, очень классный крем. Правда, уже ничем не пахнет. Потому что вот всё, всё, совсем всё закончилось. Причём тут практически всё на 5 с плюсом. Ватные диски на 5, потому что я тупо не понимаю разницы, что ватные, что не ватные. Ну, в других каких-то фирм нафиг переплачивать за бренд, если этот кругленький, плоский штучек, он и в Африке, и там, и там, короче, какой же. Не знаю насчёт Африки. Короче, у меня ещё была тут соль для ванн каждый день, морская, 500 град. Вот такая обычная соль для ванн. Состав соль природная, хлорид натрия. Хорошая соль, никаких вот камушков иногда бывает. Такая соль, чтобы фиг раствориться, что-нибудь. Какой-нибудь мелкое противное колючее вопьётся вам в нижнее полушарие мозга, когда вы лежите в ванной, там, в ногу. В пятку или ещё куда-то. Хорошая соль для ванн. В основном я её как именно для ванн использовала. Иногда вот чисто в тазике с солью делала. Но по большей части именно как соль для ванн. Туда пена ещё там какой-нибудь отвар трав, эфирное масло. В общем, хорошая соль. Чуть-то я не знаю, она как-то дофига бюджетно стоит. То ли 15, то ли 10 рублей за 500 грамм. Всё-таки я живаю. Простите великодушным, кого это заденет. В общем, хороший отвар и зашала. Так, рука тянется. У меня закончился очень быстро. Якобы корейский гель с Viberis. Так и хочется сказать, не покупайте ничего на Viberis. Если у них написано корейская. Я даже писала в каменте, что хрен ли вы людей обманываете, что у меня тут написано россияне. Это бренд корейский. Потом от подписчицы или зрительницы ХЗ узнала, что это вообще какая-то русская фирма. Валента или Валента ХЗ. Где тут она? Вилента вообще. И что она как бы с корейской косметикой? Ну, никак. Она такая же корейская, как я негр. Из Африки. В общем, у нас тут 7 дней. Seven days. Space booty. Signing show gel. Короче, гель для душа. Сияющий, с блёсками. На самом деле он нифига не блёсками. Воняет он вашей любимой жвачкой. Ну, есть bubble gum. Мне очень не понравилась пена для Ван от Эйвен, которую мне однажды передарила одна мадам. А вот тут довольно приятный аромат. Какой-то такой, да, сладкой жвачкой. Ничего, на сайте она была, что от 14 лет его можно юзать. Тут от 12 и плюс для звёздного сияния. Я купилась исключительно вот на эту анимешную мордашку. Ну, и то, что он корейский. Ну, и я уже делала отдельный отзыв на него. Ролик там, может, сделаю ссылкой в этом ролике. Буковка И в инфобоксе или ещё где-то. Ну, или как-то найдёте, короче, если интересно будет. Там, мне кажется, на канале можно ставить слово. Где куча роликов в поиске. И оно выдаёт именно тот ролик, в котором используется слово на канале. Ну, или постараюсь всё-таки ссылку сделать на видео. Так ярко и пленительно. А чем пахнут звёзды? Тобой! Она мне ещё напомнила очень Яй Чан. Из манги, которую мы с Рэндропс, ну, в смысле, наша команда. Релизит я перевожу. Шанс, вообще, до меня её тоже несколько человек переводили. И вот, ну, Яй Чан и Яй Чан конкретно такая. Короче, тут 400 миллилитров. Не поверите, люди, мне его на неделю хватило. Он очень жидкий. За счёт того, что очень жидкий, приходится много выливать, чтобы как-то помыться и попенилось. Оно как бы вроде пенится. Но вот вылил на губку, вот сразу выливается много. Вылил на губку, потом надо ещё чуть-чуть долить, чтобы там ноги, допустим, домыть. Я не знаю, надо ли обозревать второй такой флакон. У меня их два. Я думаю, я его просто уделаю и выкину потом благополучно. Потому что, ну, что два раза обозревать, то, что и так уже ясно. Конечно, тут удобная крышечка. Защёлкивается, не прольётся. Дешёвый пластик, мягкий. Не знаю, плюс это или минус. Но, да ну и состав-то какой-то такой вообще, как бы. Тут экстракт фруктов в самом где-то практически конце. А вначале всякая хренатень. Тут, значит, у нас персик и ягоды Годжи. Экстракт ягод Годжи и персиковое масло. Всё. Ну так, на троечку гель. Я не знаю, может, детям нормально там, или кто-то, кто не любит обильную особую пену. Или всё же, вот у меня закончится следующий гель. Я обозреть его по первым впечатлениям. Потому что вот ничего он так о себе не оставил. Потому что я вот так смотрю на него, думаю, когда он закончился, у меня ещё какие-то были восторги в обратную сторону. А сейчас, ну, вообще никак. В общем, никак. Она не закончилась. Она где-то на одну пятую, скорее всего, истратилась только ещё. Это у нас зубная паста Дентал Клиник 2080. Чионг-ян-ча-дзин. Вообще без понятия, как на самом деле читается на корейском. Корейские дни бельмеса. Восточный чай с экстрактами трав. Вкус мяты и царебных трав гелевая. Очень экономичная. Мята практически не чувствуется. Ну, нет такой вот яркой, острой. Вот если мяту смешать с травами и каким-нибудь там реально вот этим экстрактом чая, то будет что-то подобное. Приятная на вкус. Очень экономичная. Буквально вот горошинки. Ну, вот с ноготью вот это. Да, я сегодня их накрасила. Они у меня практически уже восстановились. Я решила, что для пустых баночек, для пустых баночков, или как-то так, короче, можно всё-таки покрасить ноготочки. Сделана в Корее. Импортеры Владивосток. Я, по-моему, её обозревала чисто отдельно, но без отзывов ещё и юзабельности. Как раз вот с обзора с Озон. На Озоне я её заказывала. Долго вообще я её хотела, но читала отзывы. Мне даже кто-то на Ютубе в комментах когда-то комментил или в чате, я уж не знаю, стрима писал, что... Ну, не советовал. Ну, как-то вот я всё-таки рискнула. Тут Озоновская вот эта вот наклеечка. И она у нас аж до 21-го года, до 10-го, 0-8-го, 21-го года. Может быть, долго и счастливо. Ну, в общем, в принципе, она мне нравится. Хорошая такая зубная паста. Ну, там как-то открывается так интересно. Но это уже, по-моему, я всё-таки её обозревала именно, как открыть в обзоре Озоновского заката. В общем, 5 с плюсом. Экономичную. Так, если вы сомневаетесь ещё купить вам корейскую пасту или нет, то покупайте. В Ашане я, кстати, видела китайские пасты похожие. Но вот именно такой вот мне казалось, что-то такое корейское. Именно такой фирмы я не видела. Оно практически закончилось. Харьковская мануфактура натуральная, мыло ручной работы. Кто это у нас вообще? Эвкалиптовая. Вот эту коробочку я ставлю. Тут куча всякой интересной информации. Это с украинской посылки от подписчицы, которая решила остаться анонимом. Я знаю, как её зовут, но она решила, чтобы вы не знали, как её зовут. Ну и, в общем, отличное мыло. Мне очень понравилось. Им мылось, как мылом. Ну, в смысле, как гелем задушила. Им ручки мылом. Я им, по-моему, даже один раз попробовала шевелюру помыть. Ну, не помню, как на шевелюре это было. Ну, в общем, мне оно очень понравилось. Я уже второе такое мыло, которое я так заюзываю. У меня ещё, по-моему, ещё одно осталось. Вроде как шоколадное. В общем, спасибо, зритель. Классное мыло. Привет, Харьков. Так, у меня закончилось моё... Ну, не то, чтобы оно моё любимое. Но моей любимой марки, фирмы, которая вот эти эфирные масла делает. Натуральное масло называется фирма. 42 рубля и 0 копеек. 10 миллилитров. Сладкий апельсин. Эфирное масло. Это я в аптеке у нас брала. Брала-то изначально, чтобы спасать обои от кота. И ещё чего-нибудь. А в итоге я его, в общем, в эфир... В аромалампу в основном фигачила. Она там в какие-то свои рукодельные косметики капала. Но по большей части в эфирное... Как эфирное масло, аромалампы. Отличное масло, хорошее. Всё ещё пахнет апельсином. У меня, кстати, там лежит сладкий апельсин. И ждёт, когда же я его в пюре уделаю. Ну, тоже, соответственно, 5 плюсом. У меня закончилась лимитка. Даже, ну, может, хотелось сказать лимитка. Я сказала, на самом деле, это уже давно дикая снятость от эфироше, пюрдезир, пиван, де пиван. Короче, пион. Я не помню, как оно там вообще называлось. Но это пион от эфироше, который в 2011 году, кажется, уже начинал сниматься. Я тогда закупилась. У меня было два таких вот по 30 миллилитров. 60 миллилитров у меня было. И гель для душа, и лосьон для тела. Ну, вот, что осталось. Долго я его от всех оберегала. У меня кто его только не пытался умыкнуть или выпросить. Из тех, которые умыкивали или выпрашивали. Но всё-таки он остался со мной. И вот я его в апреле, там где-то, ну, половина была, я его вполне себе повюзала. Она как бы туалетная вода. Ну, в принципе, вот на одежде она стойкая. И до сих пор вот ещё что-то пахнет. Я ещё хотела сказать, думаю, когда буду делать пустые баночки, сказать, люди кто-нибудь коллекционируют винтажные снятости от эфироше во флаконе. Флакончики от винтажных снятостей эфироше кому-нибудь задарить. Думаю, может, себе пока оставить так. Сунуть бельё, снять крышечку, чтобы оно там пахло. Ну, в смысле, постельное бельё. В общем, мои любимые, одни из моих любимых духов. А эфироше вообще аромат мой любимый. Ну, естественно, вне вообще, вне конкуренции. Соответственно, тоже 5 с плюсом. Даже 10 с плюсом, 100 с плюсом. Вот у меня буквально на днях закончилось. Сегодня у нас вообще 3 мая. Я боялась, что оно не закончится. Потому что у него вообще срок годности был до октября 19-го года. Это подарок от зрительницы Иры, первая верующая, которая ко мне приезжала. Сейчас я такую паузу сделала. Сижу, торможу, думаю, а вдруг она не Ира. Ну, на самом деле Ира, я помню, помню. Но у меня даже до сих пор в телефоне написано Ира, Ютуб. А потом ещё была Ира другая, но она другая. Короче, тут у нас мандарин. Кто ещё тут? Лимон и кедр. 150 мл. Это давно, я думаю, что её уже, возможно, даже нет. А может ещё есть. Это, короче, бывшая лимитка и флоше. Масло калитэ, растительный глицелин. Эфирные масла. Мандарин, алимон и кедр, содержащиеся в парфюмерной композиции. Баночка содержит переработанный пластик. Беноминеральных масел, красителей и парабинов. Насладитесь тонизирующими и искрящимися ароматами мандарина, кедр, лимона и кедра. В общем, тут как бы где-то мне казалось было, что после вскрытия оно сколько-то там живёт. Но что-то я вот не нахожу. На некоторых и фрашевских есть, а на некоторых нет. Кстати, на тебе есть. Тут вот после вскрытия 12 месяцев. Короче, в общем, открыто оно было уже, ну, может, года два назад или полтора, как-то так. Потому что Ирка задарила и хотела моё мнение. Я, в общем, заюзала и вот, ну, протестила и сказала. Я его по большей части, ну, одну треть я его использовала как крем для ног. Очень классный крем для ног, скажу я вам. Супер просто. Ну, по большей части, конечно, реально, как вот бальзам для тела. Ну, иногда бывало, что только вот на руки наносила. Иногда только вот на нижнюю часть ушки, типа на ноги там, и как крем для стоп, да. Ну, и, в принципе, вот на всё. Очень классный. Он, на самом деле, очень густой. Сначала я как-то не поняла, как им пользоваться, потому что, ну, набирать это, вот, бальзам всё-таки более жидкий, мне кажется. А он такой более кремовый. И больше напоминаю, тут у них есть крем с ромашкой в Ифраше для лица и тела. Сейчас он идёт в ремитированной коллекции. 60 на баночке у него. Я думала сделать заказ, но что-то как-то у меня есть ещё. И от Лёльки из Тюмени подарочная, и я в конце, а может, да, и ещё, да, это не я покупала. Это тоже от Иры. От двух, короче, зрительниц. И оба, ну, один от Ифраше, другой от Reflame. Это лосьон и молочко для тела, и тоже их как бы надо использовать, истратить. Одно даже ещё не открытое, это от Лёльки. Я подумала, что если пока есть, то что, в принципе, смысл заказывать. Но оно очень классное. Оно быстро впитывается. Тут ещё немножко осталось. Оно не оставляет каких-то липких следов. Вот, если даже его использовать как крем для рук, да, вот, мы полностью всё намазали, включая руки, то ничего из рук не будет выскальзывать. Оно приятно и реально пахнет всеми этими цитрусами. В общем, очень мне понравился. Спасибо Ифраше, что они такое изобрели. Спасибо Ире, что она мне это задарила. Ну, и спасибо мне, что я всё-таки это доделала. Потому что оно у меня стояло, я им периодически пользовалась. Ещё как-то, вот, пока я не стала им пользоваться как крем-женок, так бы оно мне, наверное, долго-долго ещё хватило. Как-то он у меня вот и ушёл. Пять, соответственно, с плюсом. Что у нас тут ещё? И у меня последние духи, трое духов в этом месяце у меня уделалось. На самом деле, тут вот было где-то вот столичка, вот так вот, полтора пальца. Это я заказывала года три, наверное, уже назад. Это утро в саду Ифраше, цветок апельсина. Как-то я его даже, как это принято говорить, повторяла. У меня был такой, я потом ещё один заказала, когда у меня тот закончился. А ещё, когда вот первое подорожание было в Ифраше, вот там две недели до, ну, начала года какого-то там. И две недели с середины января должно было быть это подорожание там на сколько-то процентов. И вот можно было ещё купить по старой цене. Вот я урвала себе парочку. У меня там был цветок отца вишни или цветок розовый, уж не помню. И вот апельсинчик. Цветок апельсина очень напоминает мне немножко, чем-то вот есть общие у них нотки. Тоже вот цветок вишни. Утро в саду, это тот же Ифраше, вот и цветок апельсина. У них что-то общее есть. Плюс оно мне очень напоминает Нероли. Парфюмерную воду, секретный санс от Ифраше. Вот что Нероли, что вот что-то общее есть с цветком апельсина. В общем, вот оно у меня закончилось. Пока было тепло, его уюзывала. Но сейчас холодно, и последние дни я его уже прыскала. Ну, думаю, ну что, оставлять тут на 3-4 раза осталось применение. Уделаю в пустые баночки. Уже реально вот уделывала. Вот когда холодно, он несколько такой ярко-тяжеловатый. А когда тепло... Слушайте, такой кайф вообще. Так и походу у меня усё. Да, вот усё, все пустые баночки. Из разочарований тут у нас было только что. Только вот этот вот гель. И то я как-то уже не уверена. Ну, аромат у него нормальный был. Если, знаете, ну, заранее знать, что тебя ожидает, потому что он рассчитывал всё-таки на корейский гель, то не будет такого разочарования. Ну, русский обычный бюджетненький гель. Там 273 рубля, кажется, было. Ну, как-то 274, грубо говоря, за 2 геля. Да, 2 геля и каждый по 400 миллилитров. Ну, там 136 рублей и 400 миллилитров гель. Вполне нормальная цена за такой гель и за консистенцию. И всё. Вот если знать, что ты покупаешь, не катамишки, а вот на что тебе рассчитывать, то вполне нормально. А если как изначально предубеждение, что вот я рассчитывала на одно, там пришло другое и разочарование, соответственно, то как бы воспринимаешь уже по-другому. Я, может быть, всё-таки, ну, если вам интересно, оставьте в каменах, там, что типа Лёля закончится, у тебя ещё один такой гель, обозри его отдельно. Я обозрю. Так что, в принципе, тут всё более-менее нормально было. Не знаю, выкидывать, оставлять барахла, в принципе, и так много. А квартира уже однушка, а не трёшка. Хоть тут побольше балкон, но, в общем, розовый фалкончик-то я точно оставлю. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем, я не знаю, чего пожелать. Тепла, наверное, если вы любите тепло или хотите тепла. Ну, чтобы ваши животные ели огурцы, которые вы на балконе решили посадить. Теперь меня местами печалить, заботит судьба огурцов уже в этом месте. Как это вот он? Потому что мы уже сюда заходили, так вот залазили. Их пересадили, наверное, они какие-то дофига питательно вкусные. Меня подруга предупреждала, что возможно, а он типа это, есть их не будет, а? А то говорят, что они рассадуют, ну, типа коты, кошки. И рассаду помидоров, и это я его не знаю, никогда не видела. Вот, вообще, люди, если вы когда-нибудь рассаду огурцов делали, у вас при этом есть животные, типа кот-кошка, даже если при этом кастрированное, оно, дайте знать, ела ли ваша кошка кот, оно, огурцы, вот эти листики. Ну, да его, как они стали огурцами, вот, рассаду эту. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok